всем привет дорогие друзья с вами как всегда фриги викинг всем хорошего настроения и сегодня каждый истинный пехотинец в игре rise of kingdoms должен ликовать потому что сегодня начинается большая пехотная история так как разработчики сегодня официально нам показали образы двух новых командиров которые должны появиться ближайшее время а по нашим предположениям и по всем правилам игры rise of kingdoms это именно представители пехоты так как на очереди у нас новая пехотная пара командосов выглядят они вот так это два командоса в принципе образы которых меня вполне устраивает мне нравится как они выглядят в стиле rise of kingdoms все красиво первый командир это чок джунги он представитель кореи я думаю что для большого корейского сообщества это приятный бонус 2 командир представитель индейцев индейцев представитель майя покаль 2 кем же эти командосы действительно будут по каким направлениям они будут работать какие у них будут навыки пока все остается в секрете узнаем это скорее всего в первой неделе следующего месяца по моим подсчетам именно тогда должна уже подъехать обнова возможно чуть заранее нам покажут навыки этих двух командосов и я уже полноценно сразу же сделаю вам свой обзор и расскажу вам как истинный пехотинец именно свое мнение о этих двух командирах что касается что же могут получить эти командосы в целом это никакой не инсайт это мои предположения один командир скорее всего будет у нас ярый полевик по крайней мере я на это надеюсь так как уже накопил порядка 700 легендарных скульптур чтобы сразу получить еще одного командоса пехотного если он действительно будет меня устраивать если мне понравится и прокачать его на full сразу же будут тесты сразу же будет какая-то статистика поэтому с нетерпением ждем выхода этих двух командосов второй командира я предполагаю должен зайти на гарнизон это еще раз повторюсь пока информация не какая-то официально это то что думаю я я могу ошибаться мое мнение может расходиться с разработчиками в этом ничего такого нет но тем не менее я надеюсь что хотя бы один из командосов будет действительно у нас так скажем универсален для полевых действий а лучше если по примеру того же гуани или харальда также получит у нас еще и направление паралле какого командоса жду я вот именно командира если не смотреть на гарнизоне когда то есть то есть если у нас появляется один гарнизоне в принципе это меня сильно не интересует а вот именно для полевых действий я жду на сегодняшний день что-то очень балансная и без урона от навыка то есть так скажем оля пехотный аттила который может действительно под разгоном другого командира который есть у нас сегодня на сегодняшний день в игре rise of kingdoms показывать очень хороший урон от обычной атаки то есть белый урон у командира может быть действительно очень высоким по примеру аттилы почему мне хочется именно такого командоса на сегодняшний день у нас есть в игре ряд командиров которые в принципе на поздних этапах игры начинают терять свою актуальность полевых действиях это касается у нас ричарда это касается у нас мартела я ни в коем случае не хочу сказать что эти командиры полностью бесполезны и не представляю действительно никакой угрозы в боевых действиях я полноценно использую в целом ричарда даже не фулового мартел у меня фуловый также его использую но наверное меньше чем ричарда потому что ричард в принципе будет полезнее с точки зрения дебафа на сегодняшний день по моему уровню игры а вот как раз если говорить о мартеле это так скажем командос который может давать очень хорошую плотность для стойкости это командос может давать нам также определенный разгон с первого навыка урона от связки и мне хотелось бы увидеть действительно так скажем командоса который будет у нас со статической атаки то есть постоянного урона без привязки к нюку к набору ярости выдавать хороший урон по сопернику это вот чисто мое желание но тем не менее каким бы командир не получился если он будет действительно хорош будет это нюкер будет лет так скажем тот командос которым я говорил вам сейчас для меня это неважно в любом случае жду нового командоса с нетерпением чтобы его зафулить главное чтобы они получились весьма удачными на этом я буду заканчивать пока это вся информация которая есть касаемо этих двух командосов с вами как всегда был фриги викинг не забудьте поставить лайк подписаться на канал и конечно же пишите в комментариях что вы думаете по поводу вот этих двух парней всем удачи скоро увидимся